Приветствую вас! Давайте мы с вами сейчас не будем говорить о таких вещах, как низкая самооценка, завышенные или заниженные ожидания и все в этом духе. Серьезно. Давайте мы с вами поговорим немножечко о другом. Ну, по крайней мере, я предлагаю вам поговорить немножечко о других вещах. Каких именно? Ну, пожалуй, первое, о чем мне бы хотелось сказать, это о постановке вашего вопроса, который вы задаете нам. То есть я хочу сказать, что вы его даже не задаете. То есть свой вопрос вы не задаете. Вы как будто бы в неком таком приказном тоне. Ну, не приказном, конечно, но в таком требовательном тоне. Вы задаете нам вопрос, который вас волнует. Но это даже не вопрос. Это просто факт, который есть в вашей жизни. И для того, чтобы что-то изменилось, вам нужно изменить позицию. Вместо того, чтобы говорить, чего вы хотите, вместо того, чтобы заявлять о том, что вам нужно, вместо этого, вместо этого я рекомендую рассмотреть позицию такую, чего мне не хватает для того, чтобы получить то, того, что я хочу, чего мне не хватает для этого, чего мне недостаточно. То есть, грубо говоря, предлагаю вам задавать вопросы. Не делать то, что вы делаете сейчас в некоторой степени это бесперспективно, потому что вы ничего не получите от данной позиции. Вы так и будете требовать, и так и будете ожидать большего от ситуации, от жизни. Но, к сожалению, в вашей жизни мало что изменится. То есть, если вы реально хотите чего-то добиться, то нужно смотреть на то, что у вас есть, и думать о том, опять же, как можно использовать то, что у вас есть для достижения того, чего у вас нет. И вместо того, чтобы заявлять о чем-то, вместо этого спрашивать, спрашивать о том, что мне нужно. Спрашивать о том, чего я хочу, что для этого необходимо мне. Вот с этого я предлагаю вам начать. Далее, я предлагаю начать с того, какую модель отношений вам дали ваших родителей. Что это была за модель отношений? Какие понятия, какие мысли, какие представления о себе они вам внушили? И как то из того, что они вам внушили, да, влияет на вашу жизнь сейчас, на данный момент? Как то из того, что они вам внушили, корректируют вашу текущую модель поведения? И не продиктовано ли то, чего вы хотите, то, что вам нужно, желанием, ну, например, доказать кому-то, может быть, даже в частности своим родителям, вы достойны лучшим. С точки зрения психологии, то, что с вами происходит, можно назвать антисценарием. То есть, если ваши родители, допустим, довольствовались, например, малым, или вообще ничем довольствовались, то вы довольствоваться малым, наоборот, не хотите. Вам хочется напротив, чтобы у вас все было, чтобы вы все имели и так далее. Вопрос заключается только в том, что вами движет. И, скорее всего, судя по тому, что вы написали, скорее всего, вами движет некое желание противодействовать родителям, некое желание сопротивляться им, ну, родителям я имею в виду. И вот тонкость вся в том, зачем и почему вы хотите это делать. Понимаете? Вот это важный момент. То есть, важно сперва понять, что вами движет. Важно сперва понять, ради чего это все. Ведь если ожидания завышены, вы сами это понимаете, то у этого есть причина. Есть причина того, почему ваши ожидания завышены. Есть то, что влияет на них, на эти ожидания. Есть то, что формирует ваши, например, предпочтения, ваши, например, потребности, ваши, например, желания и так далее. И, естественно, естественно, если вашими желаниями движет не вы, а, грубо говоря, извне что-то, что-то или кто-то извне, то естественно, естественно, что это всегда будет отличаться от того, что вы хотели бы. Потому что ожидания никогда не будут вашими, они всегда будут, ну, они всегда будут чьими-то, они всегда будут другими, они всегда будут, грубо говоря, не родными вашими. И если вам хочется, чтобы ситуация была и складывалась по-другому для вас, то, на мой взгляд, необходимо начинать вот с этого. Что именно является вашими желаниями, что именно является вашей моделью поведения, вашей моделью отношений. Где именно ваши желания, где именно ваши потребности, а где всего лишь нашего стремления кому-то что-то доказать. Да. Вот. Это разные вещи. Далее я полагаю, что необходимо определить, вообще-то говоря, для чего вам нужно все то, что вы так хотите. То есть какой, вообще-то говоря, целью вы стремитесь ко всему тому, к чему стремитесь. Зачем? Знаете? Для чего? То есть, например, если, допустим, ну, мужчина у вас, зачем он вам? Если, например, много денег, то для чего это вам? Опять же. Понимаете? В какой момент? И все примерно вот в таком духе. То есть те, грубо говоря, потребности, те, грубо говоря, желания, которые стоят за вашими амбициями, да? Они нуждаются в том, чтобы вы их как следует для себя определили. Потому что сейчас вы, ну, на мой взгляд, движимы, выдвижимы тем, что вам диктуют другие. Не своими собственными желаниями выдвижимы. Вот. Значит, по порядку. Что именно и почему вы в себе не принимаете? Что именно, по какой причине и из-за чего вы в себе не принимаете какие-то вещи? Кто и почему мешает вам это сделать и мешает вам принять? Кто не позволяет? Кто не позволяет? Кто мешает вам поджинствовать себя собой, грубо говоря? Ну, ведь, скорее всего, родители, скорее всего, родители не позволяют вам это делать. Потому что они не позволяют вам поджинствовать себя той, кто вы есть. Значит, нужно и подумать. Когда вы себя не принимаете, чей голос звучит у вас в вашем сознании? Чей? Кто говорит? Ну, вот. Дальше необходимость четко и возможности объективно определить и увидеть именно ваши способности, именно ваши средства, именно ваши возможности для достижения целей, то есть не то, что вы считаете или думаете, что у вас должно быть, а то, что есть. То, что реально есть. Понимаете? И далее, все, что нужно вам, это, в общем-то, просто воспользоваться тем, что у вас есть. Просто воспользоваться тем, что вы имеете, и все. По большому счету, по большому счету только это необходимо вам сделать. Но там, конечно, нужна работа, безусловно. То есть самооценка и восприятие себя, это, к сожалению, не то, что сразу подкорректироваться. Но с этим можно работать, если вы хотите. Дальше. Дальше. Вы мечтаете. Мечты, любые мечты, это всегда бег. То есть по какой-то причине вы, вместо того, чтобы начать действовать, вместо того, чтобы делать, вы вместо этого мечтаете. И вопрос, который у меня возникает к вам, вопрос такой. От чего вы изначально бежали? От чего вы изначально убегали в эти фантазии? Это важно. Это очень важный момент. От чего вы изначально бежите. Потому что тот самый момент первичный, когда вы только открыли для себя вот эту вот возможность убегать. Тот самый первичный момент. Возможно. 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 Я не говорю, что это обязательно так, но возможно. Стал ключевым. для вас. Потому что именно когда эта модель закрепилась, когда вы увидели, что ага, так можно сделать. И грубо говоря, ну может быть, стали так делать, стали практиковать подобное. У вас закрепилась данная позиция. И она, эта позиция теперь как бы все время с вами. Единственное понимать, что за эту позицию обвинять себя, конечно, не стоит. Но нужно понять, что за этим стоит. Нужно понять и увидеть, что кроется за этим. От чего вы убежите. От отношения ли к себе родителей. От чего-то еще вы убегаете. Вот это нужно выяснить. Если это будет выяснено, то вам можно будет реально помочь справиться со своими проблемами, со своими трудностями и подкорректировать ваше поведение даже так, что вам будет хорошо, вам будет здорово, вам будет прекрасно. И вы будете чувствовать себя замечательно. Именно вот в реальном мире. Не пытаясь от него убежать. Так, значит, ну далее вы самоутверждаетесь только. То есть у вас вот этот вот мужчина, которого все хотят, это самоутверждение. То есть это по сути дела потребность значимости. И отсутствие наблюдения ценности в себе. Меня останавливает то, что я начинаю и не заканчиваю. В последний момент начинаю бояться, думаю, что недостойно этого сомневаться в себе. А бояться вы начинаете с чего? Конкретно с чего? Кто определяет, что достойно, а что нет? На чем вы основываетесь? Раньше я много себя ругала за любые мелочи, сейчас стараюсь выйти из этого болота. Это не болота, это жизнь. Если вы, еще раз повторю, не начнете аккумулировать то, что у вас есть. Если вы не начнете ценить то, что у вас есть и использовать то, что у вас есть. Для этого нужно принять себя. Пока вы себя не принимаете, вот первый шажок к тому, чтобы измениться, это вот выпишите, пожалуйста, все, что вы себя не принимаете и почему. Так, значит, в своем 25-летнем возрасте живут с мамой, с работы не везет, ничего особо не умеют. А почему не умеют ничего особо? Вот. То есть, с чем это связано? А? Что вы ничего не умеете? Как же так получилось, что вы ничего не умеете? А почему не научились ничему? Что мешало научиться? Опять же. Ну, вы же, наверное, понимаете, да, вам 25 лет, вы понимаете, что в жизни, если вы ничего не будете уметь, да, уметь, то и ценной вы не будете. Понимаете? Реальные, реальные люди все не знают, какая вы, понимаете? Вот. И я полагаю, что основная ваша цель сделать так, чтобы они узнали, чтобы все, грубо говоря, узнали, какая вы. Но для этого необходимо начать с малого, то есть это именно какие-то маленькие начинания, маленькие позиции, понимаете? Понимаете? Вы будете с мамой? Хорошо. Значит, не нужно заботиться там о каких-то проблемах, не надо заботиться там о чистоте, например, дома, о готовке. Не надо заботиться. Ну и так далее. Для того, чтобы мыслить так, нужно себя принимать. Далее, значит, сама им не в соответствии отношений хочется, но требования большие. А чем обусловлены требования? Разве любовь – это требование? Ну, понятно. Мне все вытекает из недолюбленности, непринятия себя и, соответственно, мужчину вы воспринимаете так. В глубине души считаю себя чмом, не могу избавиться от этой мысли. А вы ли себя считаете таковой? Вы ли это? Знаете, по такому определению, да, человек не может считать себя таким сам. Он ориентируется на мысли других, на позицию других. И у меня к вам, пожалуй, только такой вопрос. Кто убедил вас, кто внушил вам, что вы такая? Я еще раз повторяю, что сами вы не могли так о себе думать. Это невозможно. Значит, кто-то вас так воспитал. И получается, что каждый раз, когда вы о себе так думаете, каждый раз это говорите не вы, а условно говоря, в вашем сознании звучит, ну, голос, например, ваших родителей. И что эти родители пытаются или хотят вам сказать? На мой взгляд, это тоже очень важный момент. На мой взгляд. То есть, поймите, у вас не будет отношений с мужчинами до тех пор, пока вы сами себя не полюбите. Ну, человеку не нужен тот, кто себя не любит. Понимаете? Ему нужен тот, кто любит себя, и тогда этого человека можно любить. А если человек сам себя не любит, то как можно быть в отношениях? Поэтому сперва работа над собой. Сперва я работаю над тем, чтобы быть в гармонии с собой. Сперва. Понимаете? Это такой, по мой взгляд, ключевой момент в данной ситуации. Салют ключевой. Сперва вы организуете пространство вокруг себя, а потом организуете пространство уже вовне. Таков порядок. Дальше. Начну что-то предпринимать, и в последний момент не могу продолжать. Завершить начато. Почему? Смотрю на людей, которые радуются жизни, живут в кайф. То есть, естественно, у вас установка такая, что у других лучше, чем у вас. Да? Скорее всего. То есть у других замечательно, а у вас нет. Опять же. Кто это вам научил? Там это смотреть на других людей, смотреть на то, как живут другие, и не концентрироваться на себе, а ориентироваться на других. Понимаете? То есть проецировать. Посмотрите. Это же установка. А именно родительская. Родительская позиция. Это родительское отношение. Смотри, как другие. Да? Да? Вот ты не такая, как она. Или он. Тебе на них, там, очень, ну, например, далеко. Да? И так далее. То есть, момент-то вот на самом деле он такой. И нет ничего удивительного, что сейчас вы ориентированы только на других. Ориентированы на других людей, не на себя. Понимаете? Вот. И думается мне, думается мне, что для того, чтобы у вас все получилось, нужно сначала понять, а что вообще хотите именно вы. не все вот эти вот амбиции, которые не являются вашими желаниями, не все вот эти вот ваши потребности, которые тоже не являются вашими, а которые, скорее всего, просто, как бы, ну, свидетельство того социального. Это окружения, которым вы находитесь. Чего вы хотите по-настоящему? Если вот не принимать в расчет, там, не знаю, людей, если не принимать в расчет, там, вот, то, что вам хочется, то, что вам кажется, не принимать в расчет то, что от вас ждут и так далее. Вот. Вот. Что бы вы хотели. Просто для себя. Подумайте об этом. Это тоже очень такая важная позиция. Я бы сказал, что с нее, с этой позиции, главное начинать деятельность вовне. Люди, которые, как вы говорите, радуются жизни и работать на работе, которая нравится, потому что эти люди, они не ориентируются на других. Они ориентируются, в первую очередь, на себя, как раз. Понимаете? На себя, не на других. Поэтому я полагаю, что это и является ключевым моментом для вас. Это и является ключевой особенностью вашей проблемы. Выходить это, в принципе, правильно, цели-то ваши нормальные. Вот. Вы понимаете, что родители ваши, скорее всего, как-то что-то неправильно делают. Вы это чувствуете, вы это знаете. Вот. Но применяете тот же подход, что и применяли они. А это деструктивная модель поведения. К сожалению. Ну вот. На этом все. Надеюсь, что помогла. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо.